Что-то сверхъестественное Здесь включается что-то сверхъестественное Божья сила приходит И приходит вот это вот негодование Когда люди начинают быть несогласны Я эти сценарии везде вижу И вот в эти... Мартин Лютер Как там было, да? Вот у него пришли эти откровения Он начал понимать Писание Он начал говорить, что он не может замолчать И против него восстала Вот эта махина римской церкви Которые вообще просто Ну, и они просто Думали, что они его так сомнут На дебатах, да? Просто Но если бы они знали Что произойдет Они просто там заказали бы убить И не было бы этого Мартина Лютера Но они чуть-чуть вот отупели в этот момент От чего? От своей мощи От своей силы, от своей безнаказанности Понимаете? Вот Ну, план Божий именно он в этом Чтобы беззаконие оно вышло И чтобы все люди увидели, что это беззаконие Понимаете? И когда вот в день Пятидесятницы Люди там увидели это беззаконие Они ахнули Они сокрушились Написано Они начали вот просто разрываться внутри Говорят, что нам делать, мужи и братья И Петр говорит, погайтесь и крестите И примите Духа Святого Все, потому что это план Божий Поэтому, ну Мы Я сейчас не говорю о том, что вот нас ждет скоро Какое-то прохождение через что-то Или Вас ждет Но просто вы поймите, что если когда-то Да? Это начнет происходить в вашей жизни Или вот в нашей жизни Или еще в чем-то Ну, как бы Дух нам скажет Есть еще такой очень важный момент Вы знаете, вот Духом начнет говорить о рай Когда начнется это все Иисус Христос, когда шел вот эти последние дни Он очень много уже начал ученикам говорить Меня должны бить Меня должны распять Я буду побит Я буду растерзан И третий день я воскресну И там видно, что он до какого-то определенного момента Он об этом не говорит А потому что даже не думает о сок Потому что да Ну, ведь действительно мы люди такие Когда нам вот оно далеко Я вот тоже знаю А может мне тоже где-то придется там проходить Но оно далеко еще там Чего об этом переживать А когда вот оно уже ближе Когда вот ты понимаешь Вот оно уже время Вот оно уже заканчивается Он начинает Об этом думаете Он понимает Вот он так работает Дух Опять аналогия Аналогия главного сценария Он все Вот он послужил И Бог его начинает двигать к этому И тут нужен Дух развлечения Ну как Ну Бог всему нас этому улучшит Понимаете И Иисусу не надо было Вот он когда-то в Назарите В своем городе сказал проповедь Вот Дух Господень на мне Помните Он помазал меня После этой проповеди Все люди в синагоге взяли И хотели его сбросить со скалы Просто повели сбрасывать со скалы Наверное можно было тоже подумать Вот он главный сценарий Сейчас быстренько все закончится Иисус понимал, что это еще не время И там написано Он прошел среди них Но я нашел недавно в современном переводе Как бы к самому последнюю Очень интересные такие вещи Он растолкал их и ушел Вот так вот так написано Причем я раньше так понимал Когда вот это Иисус прошел среди них Знаете там иногда такие Ну в фильме там показываются Да его вдруг ведут, ведут все галдят И вдруг такой Музыка такая как будто ангел И все такие замерли Иисус Пошел среди них Иисус растолкал их Иисус растолкал и ушел Поэтому не ко всем ситуациям Применим главный сценарий Не ко всем Мы должны это точно понимать Я говорю И вот ну Иисус вот в своей нагорной проповеди тоже Есть вещи которые мы легко принимаем А есть вещи которые прямо от нас переворачивают Такие как например он говорит Если у тебя одежду твою забирают Отойди Если тебе принуждают пройти одно поприще Пройди туда Если ударить тебя по правой щеке Подставь левую И вот это вот Я человечество называю это фишкой Иисуса Христа Фишка учения Иисуса Христа То есть вот никто никогда так не учил Но именно вот в этом кроется вот суть христиан Что такое святой Святой это другой Это отдельный Это вот этот вот отделенный Это не такой как все Это вот ну вот Это другое мышление просто И вот в этих моментах То есть гонят вас Благословляйте Обижают вас Молитесь за них Да И вот ну вот это вот Как Где взять это настоящее Проглегерозно наверное можно Да пусть тебя Бог благословит И И И И человек услышал Совсем другое Да А когда ты его вот так вот Про себя И его Искренне Да Благословил действительно Потому что он так поступает Вот со мной человек Однажды там Кинули меня на работе И я как бы Я его ненавидим И Я Душевый Жене Рассказал Жена его вообще без ненавидит До сих пор До сих пор ненавидит Я уже ненавижу Жена его без сих пор ненавидит Ну Я молился за него И я вот искал Вот именно молиться со смыслом Не просто там Ну Я находил вот эти вот слова Для того чтобы сказать Бог Ну вот если бы он действительно был знал Он так поступает Потому что Он жестокий Потому что вот в его жизни Видать много жестокости Ему тяжело Ну Мне уже ты благословил Пусть он тебя узнает Пусть он придет к тебе Пусть его там Семья будет благословлена Я не скажу что я что-то Через это получил Но я знаю что я поступал Так как должен поступать Христианин Я тренировался Я учился Потом Вот недавно Год три назад недавно Тогда была одна ситуация Тоже Работу взяли И я кстати вот Выходил в церковь Молиться за это Ааа Просить Поэтому Тоже как момент такой Очень важный Приходит вам Вот Есть неразрешенная ситуация Ну подходите Говорите Будем молиться Может это не трудно Но призвать Мы же призваны Это делать И вот Я помню прям во время собрания Во время молитвы Я вспомнил эту ситуацию Я вышел Я остановил Я попросил У меня вот есть неразрешенная ситуация Я хочу молиться Там у нас был Один объект Который Мы не могли сдать Мы все сделали Там Зависли Большое количество День Все наши Деньги Которые Вы знаете Сегодня государственные объекты Ты делаешь все За свои деньги И потом Сдаешь То есть и материалы И рабочих Все Ты весь вложился Да Это вроде как государство Да не кинут Но там уже Каждое время То есть все Тебя на куски Уже начинают Разрывать Потому что Было бы много денег Легко можно А когда ты На все свои Работишь Которых У тебя не много И вот там был Этот начальник Он там ФСБшник Уже раньше Вот никого не боится Как тот судья Ни Бога не боится Ни людей Вообще Ему вообще все равно А мне вот это И вот он ходит И мы прям видим Ну выдуман Ну наглый И он так себя ведет Что ты вообще К нему подступиться не можешь Вот мы понимаем И у меня там вот Ну Компаньон мой Да сейчас Пошлю И все И пусть судится И он не прав Он же не прав Он же не прав Ну есть вот что-то Вот внутри такое Что ну он не прав Чисто человеческое Но за ним Вся вот эта Махина государства И мы тут Такие мелкие За которыми там Косяки найти 5 секунд просто Если мы пойдем И вот ну Как то вот И мы вот На гордости с ним И я тоже такой же Мы с ним на гордость Говорят А че нам Сейчас будем судиться И все там Ну че тут Ну не дает Ну тоже Че тут страшно Вроде и правы Ну че будем делать Ну че будем делать Ну че будем делать В плане я в церкви Тяжело было действительно Я в церкви Оскучил И мы помолились За эту ситуацию И мне Бог дает стих Я уже потом понимал Что мне просто стих Заставляет пройти одно бобрище Пройти два И я начинаю об этом думать А что бы это значило Я еще не понимал Что бы это значило И я начинаю об этом думать И я думаю А он нас всего-то В принципе Заставляет Ну по-хански Вот тут сделайте еще Тут переделайте Тут переделайте И я подхожу Как своему компаньону Никит Слушай, я вот получил Говорю, молились Вот такой стих Ну и мы взвешивали суд Если мы идем судиться То это точно надолго Это я не знаю Выиграем не выиграем Нам надо кучу туда денег потратить Мы с ума сойдем Нам нужно деньги вытащить А тут в принципе Ну всего лишь Ну да, борщик, да, хамиль Но Действительно так прикинули Но даже если мы сейчас Тет переделаем Тет переделаем Мы вложим Мы еще там 50 тысяч рублей Мы же все равно как бы остановимся И мы все И вот я вздохнул Благодаря этому стиху Вздохнул Благодаря вот Ты уже все в такой вот дергатне Что ты только убытки уже считаешь Ты уже там не готов Как прибыль уже считать Просто убытки они И поэтому тебе трудно Вести эти переговоры А я как бы отрезаю Все равно А надо два Ну и что На 50 тысяч рублей Ну потратим мы здесь Давай все И принимаем это решение Давайте И мы начинаем делать Вот все что он Все что он скажет Все что не споря с ним Что еще И это давайте Все И быстро все собрано Мне вот Никита рассказывал Он к нему потом пришел Через две недели К нему в кабинет Он встречал как лучшего друга Никита А ты что тут сидишь Давай ко мне в кабинет А вот сюда То есть как Мне Никите сказал Никита Осторожно с ним И Никита еще После меня Взял еще один объект С ним И опять так же попал И еще круче попал Но я уже не прав Я уже как бы Увидел Что с этим человеком Лучше больше не связываться Потому что ну человек самодур Самодур с властью И ну я для чего это Привожу пример Потому что некоторые пытаются Вот этот стих там Понуждают тебя пройти одно поприще Пройти два поприща Это не то что мы должны Всем угождать Я вот недавно Слушал такие примеры Когда начинают Извращенно это понимать Когда человек это говорит Он говорит Я вот верю в Бога Иисус Христе И ему там Его друг просто да Говорит А ты веришь А там вот написано Там Тебя одежду забирает Отдай дверь Отдай мне квартиру И тут Начинает как бы В ступах Впадать Мы что играем Что здесь Попробуй забери у меня квартиру Понимаете Это не говорится О том Что мы должны Вот у нас Значит попытаются Там испытать как-то Или кто-то По своей там Наглости Что-то скажет Отдай мне машину У тебя же в Библии написано Я говорю Сейчас у тебя там машину Еще ты гоню Еще одну атаку Ну Понимаете про что Я говорю Что ну Но когда ситуация была Все Нам либо Вот в этот смертельный бой Судами идти Да А в Библии тоже написано Что Мирись с соперником Доколе В суд не пришел Попытайся Не надо идти вот На эту храм Не надо вот чтоб крыша падала В этой гордости Сейчас мы всех победим Все На нас настало Это беззаконие И у нас есть Стратегия У нас есть инструменты У нас есть вот это вот Слово Божие Бог раз проговорил И понимаете Мне нравится что Бог Он проговорил эту ситуацию Это не было просто Применено только по плоти Это была Просьба к Богу Был его ответ В виде стиха Была разработана Стратегия Было все выполнено Все прошло Все деньги отдались Мы успокоились Никаким судом А до этого мы слышали Есть несколько организаций Которые там уже несколько лет С ним судятся Вот с этим То есть Ну люди пошли на принцип Просто против него И он пошел на принцип А ему ничего делать не надо Он только на свою работу приходит Там Свои зарплаты получает А весь вот этот вот аппарат Который Которым там делать нечего Там Они судятся вот там С людьми И все И ты никак не заберешь И поэтому вот он Он не ожидал И он даже не понял Что против него Какую стратегию Против него применили Но дух изменился Этому человеку Понимаете Дух был сломан Вот этим нестандартным подходом Понимаете Поэтому Ну это один из примеров Другой пример Просто Мне очень нравится Раймунду Который Рету начал В Мексике Еще до того Как он начал Рету Рету Революционный центр В Испании Он был миссионер В Мексике Тоже Он был такой человек Который У него Он жил там В очень маленьком доме В котором текла крыша Он проехал из Америки Где было все Вроде обеспечения Жена с ним У него маленькие дети И он входит Вот этим мексикантам Пытается помогать Пытается помогать Пытается помогать Физически Кому-то там Чуть-чуть Что-то построить Кому-то Он говорит Ему о себе Надо заботиться Но он по призванию Вот там И у него Как-то началось Какое-то влияние И там в Мексике Очень серьезные бандиты Вы понимаете Что там никакого закона Нет кроме этих бандитов Они кого захотели Там убили Просто вот Кто-то не так посмотрел На них У него нет уже Кто-то что-то сказал У него нет уже И все просто в страхе Вообще И вот однажды Ему там В баре подходят Они говорят Уезжай отсюда Просто Уезжай И ему не нравится Что здесь А он говорит Мне Иисус сюда привел А нет Глянули на него И ушли И ну как Мы тебе все сказали И он понимал И вот у него Настал этот час Икс Что Кому доверять То что его Бог туда привел Или испугаться Вот этих Бандитов Которые Человека убить Вообще Очень Очень Иначе И вот Тут-то было Это определенное Испытание На следующий день Взял табурет И пришел И пришел На рыночную площадь На главную Сел В середине И весь день Сидел Ну ждал Пока за ним Придут И Никто не пришел И он потом Пошел домой И он когда шел домой Он уже в своих мыслях Представлял Он думал Сейчас я приду А там На трубах Моих детей Моей семьи Потому что для этих людей Это все Ну помучить человека Потому что они сказали Они там хозяева И так далее О жене он не говорил Он не стал пугать жену Что ему сказали Как по-моему Все И вот он остался Верен Он прошел через вот эту Смерть Прошел через это И так никто и не пришел И после этого Пришла такая слава Над его жизнью Вот эти люди Мексиканцы Они были в шоке Они Когда потом кто-то Начну Там были разные Наповедники Приезжали там Уезжали Кто-то что-то Вот если начинал Говорить Что вы вообще Говорите Вы тут приехали Что-то нам говорите И так далее А он готов был За нас умереть И они как бы Это поле Вот они сокрушились И у него Невероятный авторитет Люди тоже там начали Каяться Приходить к Богу Эта история как бы разнеслась И все И он продолжал служить И потом Бог через это Знаете Я не говорю поэтому Про физическую смерть Понимаете Что нам вот надо Уже идти на смерть Погибать Нам надо Через свои маленькие Смерти Для Бога Пройти Когда Позволить Богу Надо Провести тебя Через это Потому что Именно вот через это Мы входим В настоящую славу Мы становимся теми Кем мы должны стать Вот как эта церковь Поэтому Вот И если интересно Кто такой удерживающий Как вы думаете Моя версия Есть три версии Но моя другая Есть первая версия Что это Дух Святой Ну там очень много Не подходит К этой версии Потому что Нигде В Библии Ни в каких Прообразах Не видно Что Дух Святой Должен как-то быть Опять Нигде Вот только это место И второй самый главный Аргумент Против этого Зачем Апостолу Павлу Называть Удерживающим Дух Святой Если его можно просто назвать Дух Святым Потому что Ну нет в этом Никакого смысла Потому что Ну как бы Зачем Павлу Тоже запутали А Вторая версия Это Власть Ну на тот момент Это была римская власть Сейчас говорят Что это как бы Власть То есть вот этот Устой власти Порядок который Удерживает Беззаконие Чтобы оно Проявилось Третья Это вот Три версии Таких Которые Я вот в интернете нашел Которые Разговаривают Но ни одна из них Вот для меня Не удовлетворяет Потому что Для меня Удерживающий Вот в главном сценарии С Иисусом Христом Удерживающий Это сам Иисус Христос По плоти То есть он Он говорит Я никого не потерял Я всех сохранил Кроме сына погибли То есть Когда он был Он был этим Удерживающим И когда он был Забран Да Распят Беззаконие Проявилось Через это И Пришла Божья слава Во много раз больше В данной ситуации Я думаю Павел Может быть Говорит про себя Что Удерживает он Потому что Однажды Однажды Павел Говорил Когда я уйду К вам Войдут Нещадящиеся То есть Мы видим Что Не дает Беззаконию Полностью Проявиться Потому что Есть Неки Удерживающий Есть Апостол Здесь Удерживающий Поэтому Это Именно Элемент Главного Сценария Что Это Если Христос Воплоти Которые Власть От Бога Оберегать Охраняя Не пускай Лжеучения То Сценария С Павлом Это Другой Апостол Те Которые Имеют Силу Разречить И не пустить Вы Согласны Я сам До конца Не могу Об этом Полностью Но Мне Эта версия Больше Самому Нравится И самому Больше Подходит Потому что Если Рассматривать Главный Как Пасенарий То Это Все Подходит Вот Вот Таким Вот Таким Таким Вот Доказательство Того Как Мыслить Павел То Я пытаюсь Вам показать В контексте Как мыслить Павел Что Он говорит Филиппийцам Фессалоникийцам Что Как Вы Войдете В славу Как Наступит День Господь Что Беззаконник Он Именно Такой Чтобы Зло Убьет То Что Там Написано Иисус Христос Убьет Духов Уст Своих Беззаконник Проповедью Проповедью Сокрушающих Сердца То Что Это должно Происходить Этот сценарий В маленьких В средних В больших И в очень больших Масштабах Поэтому Это не мешает Вот этой главной мысли Что будет Последнее время Антихрист Который Сядет на престоле И так далее То есть Моя мысль именно в том Что Этот сценарий Будет повторяться Повторяться Пока Не будет полной победы Он будет от маленьких До больших Раскручиваться Повторяться Повторяться И повторяться Пока Сиди Офисную Ног моих Доколе Положу всех врагов Моих Или двоих Я уже не помню В подножье ног Моих Тоже До конца Не помню эту цитату Ну вот Это будет продолжаться Иисус Христос Не только Все сделал В плане Нашего греха Но Он нам Показал путь Он же говорит Истинная жизнь Да Смотрите на меня И куда я иду Вы знаете И пусть знаете Мы можем видеть Что все апостолы Отдали свою жизнь Для того Чтобы прославить Бога Да точно так же Они прошли по тому же пути И в конце приняли то Что должны были принять Апостол Петр Там в конце Своей жизни Про него есть такая легенда Он уходит из Рима Гонения были мощные Его уводят Ученики У них связи Его выводят Это же апостол Петр Там все Все И вот он идет И вдруг у него это видение Ему Иисус навстречу Он из Рима Он в Рим И Петр разворачивается И идет в Рим Ну как По откровению Он получает Это Что все Время настало У него однажды Иисус ему говорил Да Что с ним это произойдет И мы видим Что вот Царство Божие Таким образом Оно шло За Каком-то там 300 уже Каком-то году Или 200 там Ну три века спустя Римская империя Стала христианской империей Да Все Мир Общий мир Стал христианским Все Невозможно было уже Вот это На чем это было все сделано Очень много Мучеников было Да Люди которые шли на это Понимая Понимаете Они понимали На что они шли Поэтому я говорю Что когда мы через это Будем проходить Это тоже очень важно Понять Что мы Не в поражение идем А мы идем в победу Это очень важная мысль И поэтому апостол Петр Он говорит Что Искушение Огненного Да Не чужая Восчуждаетесь Как бы приключение Какого-то странного Для вас Все Вот оно Огненное скушение Вот поэтому Когда Придется Проходить Не думайте Что это Что-то Что-то Что не должно с вами Произойти Именно это и должно с вами Произойти Вот Поэтому Иисус сказал Я пришел воскресить Духом Святым И огнем Вот И поэтому через огонь Пройдут его Избранные И написано Чистятся Убелятся И будут как звезды сиять Вот И И Филиппийцев Третья глава Мы любим Вот эти Стихи Где апостол Павел Говорит нам О том Что он Все почитает Читую Ради Превосходства Познания То есть Он говорит Ради этого я от всего отказался Я вроде Евреев Все Все оставил Мне вот только Христос Там и так далее Мы любим Вот это вот Место прочитать Но он там Пишет Для чего это все И мы вот Обычно Туда Мало внимания Обращаем Для чего Павел говорит Что он от всего Отказался И только Стремится Идти за Христом И познавать его Да Десятый стих Третья глава Филиппийцын Десятый стих Чтобы познать Его И силу Воскресения Его И участие В страданиях Его Сообразуя Смертью Его Чтобы достигнуть Воскресения Мертвых Вот Павел он живет И он этим мечтает И он понимает Что только по этой схеме Можно Достигнуть Воскресения Из мертвых Да И он это Как буквально говорит Так же и Вот по аналогии И мы Я видел Пробуждение В Ефисе Мы о нем говорили Где Павел Тоже был Похожим образом Использовал Да Что он был там Как сам Иисус У него было 12 учеников Которых 2 года он учил А потом была вот этот вот Взрыв Когда на него все Восстало И он прошел Как бы через это Он был готов Если вы помните эту ситуацию Когда там Повели вот этих людей Которые были с ним Ведь сам В самом центре Был Павел То есть как бы Все знали Что там всего лишь один Через которого это все Течет И его хотели Вывести На эту площадь И разорвать Было огромное собрание Помните как Павел себя вел Я пойду Я пойду Я пойду Он так себя вел Он не так вел себя Отпусти меня Отпусти меня Знаете как шутка Да Но он Просто он был маленький в очень И вот эти люди его Которые любили И сказали Не не пустим тебя Все Хоть ты что с нами делай Но мы тебя не пустим Он наверное я думаю Что там сильно прыгался И сильно пытался туда пойти Почему Потому что он знал Как должны развиваться сценарии Он не то чтобы самоубийца Которому там делать нечего Он в славу хотел Он понимал что Вот она возможность Я не могу мимо славы пройти Понимаете Вот она возможность Но Бог не дал Бог через людей Удержал Почему Потому что Павлу Нужно было еще в Рим попасть Но для него существовала Еще одна смерть Да То есть тут он ее как бы Пережил Прошел Он показал свою готовность Он рвался туда прийти Ну и Бог сделал уже эту работу Да Которую должен был сделать И можно сказать В кавычках Павел как бы умер Потому что решение у него там было Но после этого он идет в Рим И уже там делает еще одно Да Пробуждение там Да Вернее даже идет не в Рим Идет в Иерусалим Там где вот опять концентрация тех Кто против Евангелия И уже там с ними борется Борется защищая смысл Евангелия Вот Поэтому Давайте Давайте мы еще сейчас песню споем Вот эту Которая была последняя Я понимаю Что я так наверно Немножко затянул Мне хотелось Тему вот эту раскрыть Поэтому мы решили Вот за Светлану Помолиться Вперед Я понимал Что мы увлетим Поэтому мы все сделали Разрешляйте нам Бибель Мы принимаем Пречестие для того Чтобы всегда Помнить о том Что сделал Иисус До нас Точно так же мы должны Всегда понимать Как Бог Будет освобождать землю Как Бог будет Побеждать беззаконие Через Действительно Своих детей Которые готовы Для того Чтобы Вызвать огонь на себя Однажды В каких-то ситуациях Каждый в своих И чтобы потом Сердца Те кто это увидят Те кто будут Причастниками Они были сокрушены И Бог был прославлен И написано Что тех Кого призвал Тех оправдал Кого оправдал Тех и прославлен Поэтому Вот Не сопротивляйтесь Богу Идти в большую славу Нам как бы Иногда сопротивляться Но как бы Более продуктивно Но Бог скажет Ну ладно хорошо Я готов И ты Опять откатываешься Может быть идешь Или еще что-то Бог тебя готовит Ждет Пока ты созрешь И то чтобы через это пройти Ведь Отец Небесный Я благодарю тебя За твою огромную мудрость За то что ты Учишь нас В твоем слове Господь За то что ты Нас Наставляешь За то что ты Нас всему научил Господь За то что ты Через все Слово Показываешь нам Этот главный сценарий Твоего Сына Этот главный сценарий Настоящей победы Настоящего Входа в славу Твою Господь Чтобы День Твой Он пришел Пришел В нашей жизни В наши семьи В наши дома В наш регион Господь В нашу страну Мы просим тебя Бог Ты наполняй нас Твоим Духом Ты сделай нас готовыми Господь Делай что ты хочешь Отец Делай то что ты хочешь С нами Господь Веди нас Господь Помоги нам Научиться пользоваться Всем тем что ты Даешь нам Твоим Словом Господь Этим настоящим Совершенным Мышлением Господь Дай нам эту жажду По Твоему Слову Господь Дай нам эту силу Твоего Святого Духа Чтобы дисциплинировать Свою жизнь Для того чтобы Пребывать в Твоем Слове Господь Помоги нам Заключить эти Договоренности С Тобой Как мы будем Верными Тебе Господь Как мы будем делать Усилия в своей жизни Господь Для того чтобы Приближаться Тебе Отец Потому что Ты все дал нам В своем Слове Господь Прости нас За то что мы Теряем много времени Часто То что наши сердца Увлечены Различными Пахотями Плоти Господь Поэтому Это же тоже Нужно научиться Нужно понять Что это Как понять Что мы Духом Святым Духом Святым А Дух Святой Он с нами разговаривает Он внутри нас Он как Это убеждение Что я хочу Применить эту Стратегию Мне она нравится Вот он Дух Святой В действии Понимаете Не то что Дух Святой Мне науку Нет Мне нравится Стратегия Она мне ложится Вот он Дух Святой Вот для меня Работает Дух Святого Потому что Я же христианин Христианин Я С Богом Есть отношения Есть Я молюсь Я служу Служу Все Почему я должен думать Что во мне Несвятой Дух Понимаете Почему У меня нет оснований Думать что во мне Несвятой Дух Да И мы опять же Не говорим о грехе Да Тогда Люди Тогда Сразу говорят Ну а вдруг Ты сейчас Начнешь думать Что ты хочешь Я проверю Что из Писания Я проверю Что из Писания Какой это Дух Но я уверен Что у меня Святой Дух Понимаете Это мышление Апостол Павел Когда дает советы Церкви там одной Он говорит Вот это запрет Господний Мужья Вот это запрет Господний А вот это я вам говорю И дальше он говорит Так если Потому что я знаю Ну я Как то он верю Или я знаю Что и во мне Есть Святой Дух То есть как бы Он отделяет это Да От заповеди Господней Но показывает нам Как бы мысль Что вот он так считает Он считает это правильным Что это вот Вот так вот правильно И говорит что И я знаю что во мне Есть Святой Дух То есть как бы Понимаете да Как он мысль Поэтому мы вот Через это мысль Мы учимся вот это Уздравомыслием Через Библию Правильным Уздравомыслием Находим этот баланс Не нужно переживать Когда нас уносит Немножко Когда мы там Ну я разные вещи Как бы вот видел Когда люди вот по плоти Иногда начинают Какие то откровения Рассказывают Чувствуется Когда откровения по плоти Когда вот идет Какая фантазия Я слышал всякие там Человек выходит Проповедует И начинает там Вот наша жизнь Это поле битвы И тут вот ранены И тут вот Ну как бы Ну иногда хорошо Иногда хорошая иллюстрация Но Ты чувствуешь прям Ну фантазер Фантазер да То есть понимаете да Есть фантазии И Бог тоже через фантазии С нами работает И с другими Но Но с другой стороны Мы учимся По этому дару Не нужно вот Когда человек вот так чуть фантазирует И нужно думать Что сразу еле себе ко мне Нет Творчество Фантазия Человеку учится Размышлять Применять эти аналогии Да он сам разберется Бог с ним сам поговорит И так далее Поэтому Ну нам нужно Нужно научиться вот Этому мышлению Мышлению Библии Мы должны научиться принимать Как плюсы Так и минусы Так Бога Как хороший сценарий Так и плохие сценарии Да Для того чтобы Ну понимаете И Поэтому ну Не проблема Что я вдруг Увидел себя Что я как сам В каких-то моментах Все Это не для того Чтобы я исправился Для того чтобы я опять Увидел концов Увидел как он думал Извинился Покаялся Извинил свое мышление Точно так же Я не должен супер улетать Когда я Я тут как Давид поступил Я тут как Давид поступил Да я вообще сейчас Давид уже похоже Нет не Давид И не Иисус Христос Но Если иногда Где-то я как Христос поступил И мы имеем право Если мы поймем Апостол Павел говорит Не я теперь живу Но Христос живет во мне Он так работает Он так хочет нас научить И чем быстрее мы это поймем Тем для нас лучше Чем быстрее мы начнем Подниматься Поэтому Библия нас учит Бог показал Бог показал Бог тебя как бы Облечил Ну все все Быстрее Ободряйся Поднимайся Все Хватит печалиться Пережил Поднимайся Все Хватит печалиться И вот тут очень хороший стих есть Римлян Первый коринфянам Восьмая глава С первого стиха А этого жертвенных янствах Мы знаем Потому что Мы все Имеем знание Но знание Надмевает А любовь назидает Кто думает что он знает что-нибудь Тот ничего еще не знает Так как Должно знать Тогда Понимаете Вut То есть Библия говорит что ни чего не знает Вот это вот Если мы скажем Что тот Тот думает что знает Тот чего же не знает Отбудет неправды Это будет Ну так Если я знаю Ты ничего не знаешь Зачем человеку говорили что он чего не знает Тут У апостола Павел Запятую ставит Он говорит Тот думает что знает Тот ничего еще не знает Так как Должно знает Вот понимаете Есть тут Вот newsletter знания исправили понимание а что такое правильное но дальше говорит но то кто любит бога тому дам узнания вот как мы должны проверять себя правильной знания или неправильная сна любимым убыт если я нахожу себя что я люблю бы то моё сознание то моё знание то моё восприятие мира как я на него смотрю как я как бы реагирует если я действительно доволен я доволен тем что я я вижу я Я доволен теми обстоятельствами, в которых я нахожусь, я их правильно интерпретирую. Я сильно не огорчаюсь, когда что-то плохое происходит, и тоже сильно не улетаю, когда что-то хорошее происходит. У меня баланс. Я люблю эту жизнь, мне нравится жить. Я позитивный человек. Я люблю Бога. Вот что значит любить Бога. Это любить реальность, любить мир. Это не быть недовольным, постоянно роптать за каждую ситуацию. Любить Бога, любить знания. Вот это и есть правильное знание. Если наше сознание наполнено, мы находим себя, чтобы Бога любить. Что вам вообще нравится? То, что происходит в моей жизни. И то, как оно происходит. Я согласен. Или может быть не нравится, но я верю, что мне это не мешает любить Бога. Я верю, что Бог все равно со мной. Он за меня. Он меня там вывел, там вывел, там вывел. И здесь выведет. Просто я пока еще даже не представляю, как он меня выведет. Но он выведет. И у меня поэтому есть вера. Я просто вот ему доверяю. Я не перестаю любить. И это правильное знание. Это правильное знание. То есть это правильная информация, которая наполнена моим сознанием. Поэтому вот так мы должны определять себя. Что значит? Поэтому Павел говорит, кто любит Бог, тому дано знание от Него. Я раньше думал, что это все по-другому. То есть я думал, что это если ты любишь Бога, то Бог тебе дает знание. Нет. Кто любит Бога, тому дано знание от Него. То есть вот это вот данное знание правильное определяется тем, любишь ли ты Бога или нет. Понимаете мысль или нет? Разница. Некоторые думают, что если я буду любить Бога, Он мне даст знание. Нет. Если мы будем читать Библию, искать Бога и научимся жить Его мышлением, то, которое Он нам предлагает, то, как у нас Он очень. Это приведет нас к тому, что мы действительно будем любить Бога. Мы будем принимать жизнь так, как мы будем любить жизнь. Будем любить ближнего, да? Потому что тоже написано. Кто говорит, что любит Бога, а ненавидит ближнего, лжец. Все. Вот она тоже реальность. Та-дам! Смотри, как бы, да? Что такое определение любить Бога, да? Любовь Бога и исполнять Его заповеди. Да? То есть вот когда человек любит ближнего, любит реальность, исполняет заповеди, это ему дает вот это ощущение, что я и Бога-то люблю. Я люблю Бога, я люблю то, как со мной вот, ну, небо работает, как оно вот смотрит на меня, говорит со мной. И это правильное знание, правильное сознание. Аминь. Аминь. И давайте мы перейдем сейчас во вторую часть сегодняшней проповеди. Как бы это была такая вот гардовство для того, чтобы мы действительно вот пошли в главный сценарий. Потому что есть главный сценарий. Есть тот сценарий, который, вот, мы должны знать с ним зубок. И вот его, вот, в первую очередь, применять. Он не всегда будет подходить, но он главный. И давайте мы откроем Фессалоникийцам, второе Фессалоникийцам. И рассмотрим один, одно очень сложное место Писания. Оно немножко такое, ну, я вот именно на этом месте Писания хочу вам тоже продемонстрировать мышление духовного человека. Как духовный человек должен выстраивать свое мышление, от чего отталкиваться. То есть, вот в этом главном сценарии, сценарии Иисуса Христа, есть ключевые точки, ключевые вот моменты. Их немного, но они есть. То есть, почему я говорю главный сценарий? Потому что, ну, во-первых, он главный, во-вторых, он простой. И там есть несколько ключевых моментов. Потому что, ну, сами знаете, да, что такое сценарий, да? Что такое иногда, там, играть произведение, там, или еще что-то. Да, берется за основу какая-то история, а уже, там, режиссер наполняет ее, там, по-другому. Мужчины могут быть женщинами, женщины, ну, понимаете, ну, разные роли, да, играют. И вот в этом сценарии. Это точно так же, как в нашей жизни. То есть, у нас нам Бог предлагает это мышление, а уже вот обстоятельства, уже какие-то вот эти вот маленькие моменты, они уже наши. Понимаете, они уже наши. Но суть идет вот по вот этим вещам. И вот второй посланникицам, вторая глава. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему не спешить колебаться умом, и смущаться ни от Духа, ни от Слова, ни от послания, как вы нами посланы, будто уже наступает день Христова. Да не обоистит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибшийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет. Он, как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему свое время. Ибо тайное беззаконие уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уз своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие под действием сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всякими неправильными обольщениями, погибающими за то, что они не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверующие истины, но возлюбившие неправо. Вот такой вот отрывок филиппийцам. Он вызывает ряд предположений, как это будет, что это будет. Павел говорит, мы называем это второе пришествие, но Павел не называет это второе пришествие. Павел называет, во-первых, мы должны понимать, Павел вообще вызывает это пришествием Господа нашего. То есть он не говорит, что это второе пришествие. Он говорит, что... И вот он разговаривает как-то с ними, и мы можем подумать в контексте этой проповеди. Если трудно будет это принять, кому-то не принимайте. Я размышляю на достаточно сложном местном Писании, и размышляю в духе той проповеди, в контексте, про который я говорю, о сценариях, о мышлении Библии, о том, как работает мышление Библии. И если мы просто прочитаем иногда вот этот вот отрывок, мы видим, что апостол что-то там знает. Что-то знает такое, что должно будет произойти. И вот он прям вот говорит, тогда помните, он говорит, я когда находил с вами, он говорил об этом. И он говорит то, что вот, ну, не думайте, что наступает день, и вы знаете, что не дает ему открыться, да? Вы знаете, что не дает ему открыться? Вы сейчас будете говорить, мы не знаете, мы не знаем. А вот современная теология не знает до конца. И современная теология не может назвать вот такой удерживающий, про который говорит апостол Павел. Вы знаете, что такое удерживающий? Сейчас может быть кто-то скажет, что Дух Святой. Самая распространенная версия – это то, что Дух Святой. И вот, ну, то есть апостол Павел нам как будто рассказывает про какую-то вещь, которую он знает, там где-то получил на третьем небе, какую-то картинку. И вот он нам про нее рассказывает, что будет вот так-то, вот так-то, если будет вот такой, откроется удерживание, Дух Силы Знамей. То есть он нам рассказывает про Антихриста, и рассказывает про вот удерживающий, который будет забран от следы, и потом Господь Иисус убьет Духовну Своих, Беззаконника и так далее и тому подобное. И мы уже, вы как христиане, вы живущие, уже читающие Библию, вы знаете, да, что уже существует некая такая тоже теория о втором пришествии, что это названо уже вторым пришествием, что будет Антихрист, и все. И вот собраны вот эти кусочки Писаний, где об этом говорится, да, составлена там какая-то картина. Но я хочу вот поговорить в контексте то, как я это увидел, то, как я это понял. Что вот апостол Павел начинает разговаривать с церковью, во-первых, да, вот с этими фессалоникийцами. Ну, давайте назовем ее там молодая церковь, да, которую, по-моему, он, да, организовал ее, да, то есть Бог через него ее открыл, то есть вот некая молодая церковь, которую он дает определенные события. И он говорит, да не обольстит вас никто, да, боли моих братьев, да, наше собрание, не спешит колебаться умом, ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами поздно, будто уже наступает день Христу, да. То есть вот он им конкретно говорит, он им, а в конкретную общину он говорит, что вы не думаете, что, вы вот так вот не думаете, что день Господень уже наступает. Но он не говорит, что день Господень не наступит. Он им конкретно говорит, что вы не думаете, что день наступает, и не думаете об этом, отталкиваясь от определенных фактов. Написано, что не спешите колебаться умом, смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как будто бы нами поздно, что уже наступает день Христу, да. То есть он говорит им, что день Христу наступит, но он не наступит из-за того, что вам кто-то напишет, что вам кто-то скажет, что вы там что-то вот, ну, дух какой-то придет, вот вы вот это вот понимаете, то есть как бы извне придут какие-то факторы, и вы вот поймете, что день Христу наступает. И потом дальше он говорит, да не опасит вас никто, ибо день тут не придет до коли, и он начинает перечислять определенный момент. Вот день тут не придет до коли, не откроется, и здесь написано, прежде не придет отступление, первое. Прежде не откроется, человек греха, сын погибели, противящийся, превозносящий, всего называемого. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей, и тогда Господь Иисус духом ум своей убьет беззакония. Да, беззакония вот так. Я вот это называю главным сценарием. Вот это я вам хочу сегодня выговорить, как вот мое откровение, и я, поэтому я не претендую на истину прям, да, но я почти уверен в этом. Что мы видим здесь? Что нам перечисляет апостол пара? Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа и на Его последнюю, финальную битву, то мы увидим все вот эти моменты, о которых он перечислил. Доколе не будет отступления. От него отступили? Все отступили. Все ученики отступили. Не откроется беззаконник, человек греха, сын погибели. Как его называли? Сын погибели. Сын погибели. Это его было название. Человек греха, сын погибели. Там был не только Иуда. Вот в этом против Иисуса Христа был не только Иуда. Были фарисеи, была римская власть, был Филат. То есть как бы, да, вот тайна, я бы это назвал тайна беззакония уже в действии. И что произошло, да, что вот это вот все открылось? Иисуса Христа привели на крест, распяли, и Он воскрес. И в день Пятидесятницы, я бы это назвал так, ну вот в этом сценарии, Иисус Христос духом уст своих убил беззаконник. Вот это беззаконие, которое его же и уничтожил, его распял. Соглашаетесь или нет? Потому что, ну, вот эти люди, которые покаялись там в день Пятидесятницы, которые были все вовлечены вот в этот вот, да, чьими руками все это производилось, которые кричали тоже о распании, да, которые вот, ну, участвовали во всем этом. Вот эти все люди, вот именно в день Пятидесятницы, при проповеди Петра, который им объяснил, вы убили праведника, вы убили праведника, вы его распяли, но Бог силой своей его воскресил. И теперь Бог, каждому, кто в это примет, если ему надлежало было быть, он шел как, ну, как, ну, на это, потому что ему надлежало это сделать для того, чтобы освободить от грехов. И тогда у людей не осталось никаких аргументов. Все, вот она, победа над беззаконием. Все, не осталось никаких аргументов. Люди начали просто толпами, пачками каяться. Я бы назвал, что это и было в данном регионе наступлением Дня Господня. Когда беззаконие было убитых, и День Господень уже настал. Это то, как я верю, ну, сейчас. И этот сценарий, он будет продолжаться до тех пор, пока земля не будет полностью подчинена Иисусу Христу. Не будет, вот, ну, Его слави. И этот сценарий, именно вот этот сценарий, когда вот это беззаконие, восстающего на несопротивляющегося праведника, оно должно сожрать праведника, но оно подавится. Понимаете? И это то, что произошло. Смерть была поглощена победой, смерть подавилась, Иисус воскрес, сила Божья Его воскресила. И вот это произошло. Это то, что, я думаю, говорит апостол Павел этим людям. То есть он не говорит им о каком-то знании о том, что он знает, а он им просто начинает говорить о основных моментах самого главного сценария. Он говорит, день не придет, пока не будет это, не будет это, не будет это, и тогда будет это. Поэтому, ну, понимаете, что это вообще дает нам, что это дает нам, как церковь, дает нам сценарий, что та церковь, которая будет призвана в Божий план, да, вот эти вот люди, они обязательно будут проходить через вот такие вот моменты. То есть, да, мы видим вот некое зарождение там церкви, некое зарождение общины, которая изучает, то есть очень похоже на то, как Иисус Христос пришел и служил своим ученикам, служил народу. То есть он же тоже не начал с самого главного сценария. Он взял, он начал их водить, он начал их учить, он с ними был, но это еще не левно, это еще нельзя было назвать, что это вот пришествие полного дня Господня. Но когда он их провел через этот момент, когда он прошел через крест, когда он позволил себя уничтожить, себя убить, воскрес, и вот тогда при излиянии Духа Святого настало в День Господний через то, что, ну, все начали каяться, все начали понимать, что произошло. Понимаете, почему люди каялись? Мы иногда хотим, чтобы люди каялись просто потому, что вот, ну, плакаться хотелось. Нет, люди вот, ну, они осознали, что они натворили, они осознали, что произошло. И мы вот понимаем, что вот этот вот Иерусалим, он преобразился, он изменился. Все там, люди стали жить по-другому, там, ну, другая атмосфера началась там и так далее. Поэтому я как бы верю, что вот апостол Павел, он вот этим фессалоникинцам, он говорит, вы не думайте, что вы уже вот в этом живете. Для того, чтобы вы начали в этом жить, вам нужно пройти через процесс. Вам нужно пройти через процесс. Вы пока только стали еще общением. Вы только пришли, вы только начали, вы только слушаете. Но когда вы пройдете через вот этот процесс, когда, ну, и если вы настоящие христиане, то беззаконие на вас восстанет. Понимаете? Поэтому апостол Павел говорит, что всякий, желающий быть благочестиво, будет гоним. Если церковь не будет, ну, как бы, да, не пройдет. Я не говорю, что церковь будет через это проходить все время. Но каждая церковь, точно так же, как и каждый, я верю, что человек должен пройти через такие моменты. И мы, если вы посмотрите на свою жизнь, вы увидите, что в вашей жизни тоже были вот эти сценарии. В маленьком масштабе. Когда вот что-то на вас вот противостало, все, и вы вот, ну, все, вам ничего не остается делать. Вы, ну, как бы, принимайте, размышляйте о самом главном сценарии. Это, на самом деле, самый главный сценарий победы над беззаконием. Это вход в славу. Это вход в силу. Это вход действительно в измененную, преображенную жизнь. Вот, вот, вот это вот прохождение через сценарий. Ну, просто, вы понимаете, что это же, ну, я проповедую, да, сегодня пробили, я просто назвал так главный сценарий, да. Кто-то там проповедует о чем-то похожем, он говорит, что вот это прохождение через смерть. Да, Давид пел в своих псалмах, он говорит, «И пойду долиной, тени смертной и не убою из зла, потому что Бог со мной». Ну, и когда он говорил, что, да, мои кости не увидят тления, да, он тоже в это верил. Мы должны вот это понимать, что нам не надо жалеть Иисуса Христа. Потому что мы иногда хотим, мы думаем, что в этом, что-то такое есть, но мы пожалеть должны, что вот он так вот пострадал. А помните, когда его жалели, что он сказал? Когда его ведут на эту голгофу, и женщины там плачут. Он говорит, о своих детях плачут, о чем он во мне плачет. Понимаете, вот это вот мышление, что Иисус не идет в поражение. Иисус идет в победу. Иисус идет в славу, на самом деле. Да, он знает, что ему сейчас, ну, ему трудно, вот ему нужно это пережить просто. У меня однажды сон был такой. И, ну, я как-то вот пережил чуть-чуть эти чувства. Вот я во сне, и меня привязали к столбу. Я привязан к столбу, а у меня где-то такая шапка с пролитями, ну, какой-то, как у спецназа. Не понимаю, почему она еще такая вязаная, короче. У меня тут дырки, тут дырки, короче. И меня жесть должна сейчас. И вот я привязан, и у меня нет никаких сомнений, что я воскресну. У меня прям даже, вот, я чувствую внутренне ободреть, что я воскресну. Но мне так вот страшно, я думаю, ну, это же будет так больно, как я гореть-то буду, как вот, долго я мучился буду, как это вот, ну, как вот эти ощущения все будут. И вот, ну, я вот был в этом состоянии, как бы, ну, то есть, именно вот это вот прохождение, вот, через это торгонь. И это как раз было вот незадолго до того, как, ну, церковь у нас началась. И я так тоже, ну, понял, да, что меня ждет, что мне нужно пройти через какие-то ситуации, через какую-то смерть, внутреннюю смерть, через которую действительно мне пришлось пройти, вот, ну, да, какой-то маленький сценарий, небольшой сценарий в моей жизни, через который, как мог, я прошел. И потом началась Божья слава. Понимаете, если мы, а если мы будем сопротивляться этому? Вот знаете, у Иисуса Христа ведь была альтернатива. И ему было очень трудно это принять. Вот когда в Гефсимарии там молится, он говорит, отче, пронеси чашу себе. То есть вот он даже не удержался, он знал, что это, он, наверное, говорил, что душа моя скорбит, и мне хочется сказать отцу, отец, пронеси мимо меня чашу, но ведь на сей час я и пришел. Но когда он в Гефсимарии, он не выдерживает, он не выдерживает эту дорогу, он говорит, отец, пронеси. Но потом уже в следующей молитве говорит, если невозможно пронести, то да будет твоя боль. Да, то есть мы видим, что ему, он знает, что это то, что ему нужно пройти, он идет на самом деле. Он даже это называл, он же притчи вот эти давал. И он себя там тоже в одну притчу завуалировал, когда говорил, что один человек, отправляясь в дальнюю страну, чтобы вступить в царство, оставил своим слугам там таланты, да. Он понимает, то есть он вот это вот завуалировал, то есть ему на смерть надо идти, а он говорит, что он в дальнюю страну у человека отправляется для того, чтобы вступить в царство. И действительно, он как верил, он это знал, он через это проходил, но ему тоже нужна была вот эта внутренняя вера, чтобы через это пройти. Ему нужна была вот эта внутренняя мобилизация и как бы четкое понимание, собранность полную внутри, для того, чтобы вот где-то там не включить заднюю в какой-то момент. Потому что ему очень легко было включить заднюю. Вот просто там пошли мне в семарию, темный сад, идите, идите. Я тут постою. Ведь у нас приходят такие мысли. Правильно? Я понимаю, что у человека приходят такие мысли. Страшно. Реально страшно. Хочется взять, но у нас есть такая голова, наше представление. У меня оно как бы работает так, как моя мама. И я уже начинаю представлять. Вот я заднюю в руку. Вот я спрятался, вот я тут ворами прошел, вот я тут вообще свалил. И вдруг на следующий день говорят, что Иисус. Некоторым не помню. Да? Ну, понимаете? Он, может быть, тоже представлял, вот как будет это выглядеть. У тебя понимал, это поражение? Это поражение. Не знаю, предоставится ли это в этом еще раз, это возможность или не предоставится. Но ему нужно было через это пройти. Я просто о нас говорю, понимаете? Нам иногда тоже вот оно, как вот поражение, оно чуть легче. Оно вот просто не пойди, просто остановить. Просто промолчить. Но, когда мы созреем для этого, он будет нас через это проводить. Потому что это единственный главный сценарий, через который мы входим в свою славу. Поэтому для меня апостол Павел, он под этим филиппицын, он еще раз обозначает, что должно произойти. К чему вы на самом деле призваны. Как вы победите беззаконие? Как вы победите беззаконие этого региона, этого города? Беззаконие обозначает, и вам придется проиграть. Понимаете? Вот так. Но вы победите через это. Если, да, как и про Иисуса написано, как агнец был ведьм на заглане. Как овца был ведьм на заглане, как агнец перестрибущенный был безгласен. И вот он идет, именно вот таким вот образом. Все думают, где Бог? Где Бог? Да? Но Бог, ну он идет, зная этот план. Понимаете, мы настолько должны хорошо понимать и осознать именно вот этот главный план. Именно вот этот главный сценарий. Для того, чтобы Бог смог явить свою славу. Потому что слава его приходит именно вот таким вот образом. Именно тогда, когда беззаконие расслабляется, оно съело, и оно такое расслабилось. Оно думает, что оно победило. Бог благо. Вы меня так ободрили, если меня нет. Вот этим вот. Потому что я помню, когда мы тут в церковь пришли и ходили. И я когда проповедовал, я всегда это говорил. Я когда выходил, я любил, что в нем было несколько вот этих фишек. И Бог благо. И вот Иисус Христос вчера, сегодня и мой эпитуар. Вот, поэтому я вторую сказал, первую сказал Александр Мениаминович. Сегодняшняя тема называется «Главный сценарий». Я бы хотел, чтобы вы запомнили эту фразу и поняли ее. Я сегодня ее вам объясню. Фраза моя. Но сценарий не мой. Вот. Я думаю, вы уже догадываетесь, что такое главный сценарий. Главный сценарий – это сам Иисус Христос. И Иисуса много спрашивали, когда Он общался с фарисеями, с религиозными деятелями. И Он им говорил такие слова, что «Вы изведуете Писание, все Писание свидетельствует на мне». Они не понимали, что Он им говорил. Но мы сейчас можем понимать. Аминь. И мы должны этому учесть. Поэтому Бог нам дал Библию. Вы не представляете, насколько это ценно вообще. Мы сейчас живем в такое время, что это настолько доступно, что это даже как будто немножко теряет ценность. Она не теряет ценность, но просто из-за доступности она становится обыденностью, чем-то таким, наравне с какими-то другими книгами. Но это далеко не так. Это особенная книга. Это единственная книга вообще. Единственная настоящая книга. Это книга самого Бога. Скажите Аминь. Ее подписано. Я не помню сколько, но ученые знают. То есть, начиная от первых записей, да, и заканчивая уже последними посланиями Нового Завета. Но ее писал Бог. И мы понимаем, что, да, и в Библии нам есть такие стихи, что ни одно пророчество в Писании невозможно разрешить самому. Все они были написаны Божьими людьми под водительством Духа Святого. И мы должны это понимать. Я как помню, когда своему папе говорил, говорю, пап, ну это Библия. Он говорит, ну Библию же люди написали. Я говорю, да, люди написали. Ну вот представь, у меня нет рук. И я диктую человеку, что нужно написать. Кто написал в небо? Он замолчал сегодня. И, ну, потому что мы иногда выдвигаем, люди выдвигают какие-то аргументы, но сами в них упираются. И действительно все просто. Потому что самое главное, это откуда приходит мысль. Откуда приходит суть. И вот Библия, это уже, понимаете, Бог, это Его план. Дать нам это слово. Это Его план. И помимо того, что Он нам Его дал, теперь наша задача научиться им пользоваться. И это тоже не приходит сразу. Этому нужно действительно учиться. В этом нужно поверить. Этому нужно посвятить время. Его нужно вложить в себя. Мы имеем такие стихи, когда сказано, что «И напишу закон мой на их мыслях и на сердцах». Это то, что делает Бог, но через Слово Божье. Это может быть обычной тоже книгой, с набором букв, с набором информации, с которой можно, в принципе, много информации выносить и без Святого Духа. Но план Божий, это, в Библии еще названа книгой «Бога Духновенная». «Бога Духновенная». Понимаете, что это значит? Она вдохновлена Богом. Там Дух Божий. И Иисус сказал, что слова, которые я вам говорю, суть Духа. И они приносят жизнь. И, ну, как это работает? И я вот сегодня хотел бы вам, вот, как из своего опыта, как это работает? Что это такое? Как работает Библия в нашей жизни? Что нам делать? Что нам ожидать? Библия и книга полна историй. Очень много историй. С одним человеком, с другим мы смотрим. Мавраам, Давид, Моисей, Исфи и Куча, Самсон. Ну, будем перечислять и кого-нибудь забудем обязательно. И с каждым из этих людей происходили какие-то определенные ситуации. И они все вошли в Библию. Все вошли в Библию. И иногда смотришь, какие-то ситуации Библия раскрывает так, до каких-то мелочей. Да, вот, например, когда Давид идет побеждать Голиафа, там написано, что он взял от папы своего хлеб, сыр, ношу, там, это, сколько этих штук он взял. Потом написано, он оставил эту ношу, он сторожа опознал, потом брать, потому что он взял. Да, вот, какие-то такие подробности иногда прям рассказаны, думаешь, зачем они. А про какие-то ситуации вообще ничего почти не сказано. Прям чуть-чуть, вот, так, так и так. Вот, это Бог решил. Понимаете, это Бог решил, что там будет, что там не будет. Есть неканонические книги, да, которые, вот, там, допустим, в той же католической церкви, они в каноне, да, и тоже интересно. На самом деле тоже не проблема, ну, как бы, да, хорошо, если мы будем знать, изучать. Но мы уже имеем самое главное, вот, основной канон, который, он не погрешил. Понимаете, Писание не погрешил. Писание верно, Писание не ошибается, Писание не конфликтует друг с другом, хотя на первый взгляд может показаться, что есть вообще вещи, которые прям вообще друг другу противоречат. Например, Иаков в своем послании говорит, что вера без дел мертва, покажи мне веру твою без дел, а я тебе покажу веру мою без дел, да. И потом апостол Павел в Римлянах. Не делами, но верами. Чем оправдан был в Римлянах? Не делами, но верами. И тот же Иаков говорит, не только верами, а именно делами Абрам сыну принес, да. И мы можем сказать, что как будто бы вещи противоречат. Но на самом деле они нисколько не противоречат. Нужно смотреть всегда контекст, нужно разбираться, нужно смотреть, какую мысль хочет сказать Павел, и нужно смотреть, да, для кого написано послание, да. Если Павел, он пишет, римлянам, язычникам, он их вводит вот в это общество Божие, да, и говорит им, что вы входите верой, вы не делами входите. А Яков пишет евреям, которые уже в этом обществе, которым входить уже не надо, им нужны дела. Аминь. И поэтому мы тоже для себя, знаете, мы можем здесь спорить, да, церковь, вера или дела, вера или дела. Для того, чтобы войти в общество, для того, чтобы прийти к Иисусу Христу, нужно только вера. Но вера и сделала их мертва. Это уже до верующих в основном, да. Поэтому мы, как верующие, уже не можем в них сделать. Понимаете? Не можем. Ну, я сейчас о Библии больше хочу, да, я себе как иллюстрацию, да, что, как работает Библия. Вот, Библия работает, такое слово тоже скажу, методом аналогии, вот во мне лично. Аналогии, или можно еще сказать, аллегории. То есть, что сделал Бог в моей жизни? Изучая Библию, я ее долго-долго читал, долго-долго изучал, слушал различные интерпретации проповедников, истории, как люди применяли Библию в своей жизни. И постепенно научился применять Библию в своей жизни. Я научился применять это мышление, которое есть в Библии в своей жизни. То есть, у меня идут уже, ну, понимаете, метод аналогии, да. Кто-то математику в школе изучал, когда написан пример какой-то, уравнение, тебе показали, решили при тебе. И потом тебе дают похожее уравнение, а потом немножко другие, как бы, значения. И ты методом аналогии решаешь это уравнение, да. А потом, если вот я когда-то в институте на первом курсе, хоть и хулиган был, но получил автоматом высшую гусематику. Вот у меня, когда я получил автоматом, отличники еще ее даже не знали. Они вот так у него чуть шею не вывернулись, когда они на меня посмотрели. С одной стороны, я могу сказать, что я такой способный. С другой стороны, мне попался первый вариант, который вот прям по аналогии решился очень легко. Знаете, да, потому что чем там дальше, там уже чуть-чуть сложнее, они чуть-чуть заморачивают и так далее. Вот, поэтому я тоже это понимаю, что там не все было, ну, там было все очень просто. Мне было просто решить, пользоваться можно было конспектом там. Вот, поэтому, понимаете, да, что такое аналогия? Когда мы берем ситуацию и накладываем ее на свою жизнь. И вот до этого, ну, понимаете, вот Библия это совершенная путеводитель нашего жизни. Она дает, она вкладывает в нас мышление, понимаете, определенное мышление. Образ мыслей праведника, да, образ мыслей грешников. Все мы там находим в Библии. И вот сейчас она уже закончена, когда-то ее не было, когда-то она писалась. И мы видим все вот эти вот хорошие примеры и плохие примеры. Мы видим вот этого Иуду, который предает Иисуса Христа за 30 серебряников. И у него нет никаких выходов. Все, он предал, он пошел и удавился. Он попытался деньги вернуть назад. И мы видим все, в Библии есть, ну, конечность этой истории, да, что если ты будешь делать вот так, то тебя ждет вот такой вот конец. Точно так же мы видим хорошие концовки очень много, да, где вот ты будешь делать вот так, и у тебя будет хороший конец. И вот что я заметил, что мы иногда теряем время на том, что впадают в ступоры, попадают в тупики. Мы не понимаем, вот иногда в хорошем настроении, хорошая история, она нас на какое-то время там ободряет, а потом, ну, как бы, ну, а потом мы видим там какую-то несостыковку тоже каких-то обстоятельств, которые уже не подходят там из нашей жизни, и мы уже не готовы держаться за эту историю. У нас уже как-то... Или наоборот, какой-то там плохой момент совпадает с нашей жизнью. Ну, вот как Иуда там, подворовывал он там сначала. И у нас была такая ситуация, там мы знаем, что не нужно красть, не нужно, а нужно быть честным, но в жизни встречаются такие ситуации, где люди, ну, как вот, раз, ну, сделал ли, что? Что делать? Иуда, все, тупик. Теперь тебе все это приведет по вот этой вот аналогии, именно вот в это уже конец Иуды. И, ну, это я просто Иуда там... А был еще там Саул, царь, который там, ну, он не украл, но он ослушался, он... Там, ему нужно было придать огню овец, всех царей там убить, врагов всех истребить, а он не смог. И мы видим его тупик, его в конце жизни это сумасшествие, отступничество и так далее. И вот вы понимаете, я понимаю, что иногда даже вот этот дух религиозный, который хочет манипулировать людьми, потому что он тоже есть, он накладывает иногда на людей вот эти времена неудобоносимые. Через других людей, через проповедников. Когда идет какое-то осуждающее слово, когда идет там очень жесткое слово, в принципе, это слово должно привести человеку просто к покаянию, чтобы человек, увидев в конце какую-то историю, сказать, нет, я так не хочу, все, я расстраиваюсь, Бог помоги мне, и все. И человек, человек примен, человек изменился. Человек может продолжать жить дальше. Ободриться, принять исправление Господне и продолжать жить дальше. Но именно вот из-за того, что вот этот вот религиозный дух иногда не дает выхода человеку, да, принуждая человеку к этому. Человек, видя вот эту концовку и понимает, что если я сейчас это приму, то меня ждет тупик, он что делает? Он не принимает. Он так просто ставит какую-то заслонку, броню в своем разуме, просто не пускает действия Божьей в свою жизнь. И вот понимаете, мы теряем время. Мы теряем время, часто не понимая, как работает Бог, не понимая, что делает Библия, для чего нам вообще дана Библия. Потому что на самом деле, вот Библия, она уже как бы закончена. И все истории ее закончены, но наша жизнь не закончена. Наши истории не закончены. Мы находимся во времени, мы находимся вот в этом, ну, гибком состоянии, где вот практически из любой ситуации у нас есть урок. Из любой ситуации. И поэтому нам нужно просто научиться этим пользоваться, да? Понятно, что какой-то апостол Павел три раза он говорит, и что нам теперь? Грешили после этого, да? Раз можно выбраться из любой ситуации. Попробуй, грешили. Будешь все время выбираться из этих ситуаций, будешь терять время, будешь терять здоровье, будешь терять настроение и так далее. И, ну, понимаете, про чем говорю, да? Поэтому вот, ну, вы понимаете, я как бы это осознал, я это понял. Нам нужно научиться пользоваться мышлением Библии. Методом аналогии. Поэтому нам очень важно, чтобы в нас как можно больше было его слов. И вот этих ситуаций, вот этих вот моментов маленьких, вот понимаете, не просто вот мы знаем две-три истории, ну, какие-то наши жизненные ситуации, ну, не подходят никак через них. Ну, когда глаз много, все подходит. И вот этот метод, на самом деле, он работает во всем. Он, знаете, ими невежущих людей работает. Он работает во всяких, оккультных даже практиках. Он работает во всяких, там, вот, где люди там с сознанием, с большим, с знанием, да, большими сталкиваются. Вот, например, что такое Каббалд? Знаете? Слышать слово такое пугающее, Каббалд не будет. А на самом деле, это как бы, вот эта вот еврейская мудрость из Священного Писания большинство взят. Есть такая книга, как Талмуд, в которой, в которой там две тысячи авторов. Представляете? И очень много мудрости. И там обо всем. Обо всем. И так интересно, я вам скажу. Там все. Там нумерология тоже есть. Знаете, что такое нумерология, да? Это вот, как цифры, какие-то, Бог с тобой разговаривает. А вы понимаете, что в Библии тоже есть нумерология? В Библии нас, действительно, Бог иногда через цифры, через какие-то вот там даты нас с нами может разговаривать, что-то нам показывает. Но вот это вот излишнее увлечение вот этим бесконечным знанием. Понимаете? Вот на самом деле знание, вот Соломон однажды написал такие стихи, что изучать много книги, читать много книг утомительно для тела. И, ну, как бы, конца и края не будет. Если мы выпустимся в эту реку знания без центрального учения, это будет очень интересно. Это будет захватывающе, это будет, ну, в каких-то моментах работать, но в итоге это не даст того эффекта, который хочет от нас Бог. Как, чтобы мы жили. Поэтому главный Иисус Христа заключался в чем? в том, что он завершает написание Писания, да, через свое происшествие, да, через то, что он пришел, произвел это служение, пошел на крест, умер за наши грехи, и какой его план был? Послать Духу Святого. Если я не уйду, Дух Святой не придет. Но если я пойду, я пришлю Духу Святого. Тогда он самое главное, что делает, он посылает вот этот самый главный ингредиент для того, чтобы в нас начало работать вот это мышление. То есть, как бы, есть уже Писание, есть уже методы работы с ним, потому что, ну, действительно, там было много учителей, раввинов, там и так далее, которые достаточно правильно работали с Писанием. Через откровение, и все это было, поэтому Иисусом говорит, что вы имеете ключи от Царства Божьего, но вы сами не даете и другим не даете. А ключи вы имеете, потому что ключи это само Писание, ключи это вот эти способы, вот эти подходы, потому что Бог не сразу дал это все. Бог использовал вот всю эту культуру израильского народа, их не... историю ихнюю, да, для того, чтобы составить Писание, для того, чтобы собрать, составить этот правильный образ мышления, то, что хочет Бог от нас, для того, чтобы записать вот эти свои законы в наших мыслях и написать их на наших сердцах. Поэтому нам просто необходимо изучать Писание, исследовать Писание. Я не говорю уже слово просто читать, потому что лучше все-таки изучать, лучше все-таки исследовать, лучше трудиться в этом направлении. Говорю, ну, я сейчас в центре, ребятам постоянно говорю, ребята, 50 страниц в неделю. Может, 50? Хотя бы 50 страниц в неделю текста. Просто. Ну, там, кто-то говорит, ну, я... Всегда есть оправдание. Ну, что такое 50 страниц? Просто отнеситесь к этому не так, почитаю перед сном, чтобы уснуть побыстрее. Отнеситесь к этому как к определенному труду, как к тому, чему-то важному, который просто должен сделать в своей жизни. Вот, ну, вот, хотя бы. Потому что, ну, куда дальше? Как дальше без этого? И я вам говорю, вы заметите, многие из вас уже заметили, ты читаешь, ты много раз читал это место, но ты проходишь и какой-то очередной раз, и ты видишь это как-то по-другому, либо целостную картину, видишь, либо наоборот какой-то момент увидел, который твою мысль просто взял и взорвал. Ты получил какое-то откровение, ты получил какое-то освобождение, ты просто получил что-то внутрь себя от Бога, и ты почувствовал, что Бог живой, Бог говорит. Если мы не сделаем того, что вот мы положим для себя, читать какой-то определенный объем, просто вот не дисциплинируем свою жизнь, мы будем тогда все время просто, ну, пытаться на халяву получить. Знаете, какой самый простой способ? Так, сейчас открою Библию, да, на вот это, и Бог мне со мной проговорил. а строчка его руки, глубины земли, вершины гор, его же, так, что это значит? Что же Бог мне хочет сказать? Такой вот метод присутствует, да, да, потому что ты когда не читал Библию, Бог, ничего не оставалось, чтобы с тобой хоть раз поговорить вот через вот такой вот стиль, да, просто, и ты один раз получил, и ты потом все время пытаешься вот это опять пережить, потому что ты пережил. вы гораздо больше переживете, если вы будете, ну, просто делать усилия, делать просто усилия, чтобы, ну, 50 страниц в неделю. Это очень немного, но это хотя бы. Еще я советую выделять какой-нибудь специальный для этого. Просто что-то, оставить все это. вот, ну, там, я не знаю, телевизоры работают, или еще что-то. Просто уединиться и просто почитать мюнью, почитать ее быстро, почитать, почему я советую быстро. потому что, когда мы медленно, мы иногда хотим вот эти откровения от Бога получать по плоти. Я это называю. То есть, ну, начинаем вот этим своим мозгом, вот эти аналогии, подтягивать, перетягивать, там, и так далее. И мы только вот фокусируем, помешаем Духу Святому спокойно с нами так бы разговаривать это слово. Мы фокусируем слишком в свое внимание, знаете, да? Оно так работает. Когда мы что-то вот прям очень-очень сильно вот хотим и прям вот смотрим на это, обычно вот, не замечаем, не получаем. А в реальности, а часто происходит так, что ты, как просто вот, отвлекся, оно раз и пришло. Вот так вот, и Богу нужно. Нам нужно, чтобы мы расслабились, чтобы мы просто делали то, что мы должны делать, а Бог будет делать то, что Он делал. вот, и я говорю, что это действительно реальность, это настоящая реальность. Бог первым, вот, некоторые делают упор тоже, да, на том, что мы должны там чему-то соответствовать в Библии, наша жизнь, многим. Вы знаете, в первую очередь мы должны соответствовать мышлению, потому что вот, ну, то, как мы мыслим, так мы и будем делать. Мы можем иногда заставлять себя что-то делать, перед кем-то что-то делать, да, как бы вот, мы можем, но потом, когда мы как будто расслабляемся и становимся, какие мы есть, вот тогда вытекает то, что есть на самом деле. Вот, ну, а Бог поэтому хочет, что он увидел, вот, почему закон ничего не смог сделать. Именно поэтому, потому что закон, он лишь тень того, что должно быть, да, понимаете, что такое тень и что такое предмет, да, вот, есть огромная разница между тенью и предметом, поэтому Бог в Библии называет, что закон, это то, что, что такое закона, то, что делай это, не делай это. Конкретика, правила, буква, буквально, не работает так, как должно, поэтому Иисус Христос пришел, умер за наши грехи, сделал нас терзновенными перед Богом для того, чтобы получить вот этот Святой Дух, который начнет в нашей жизни аналогии вот эти проводить, учить нас думать, учить нас, каждый раз. поэтому Иисус из ученика и с вами он притчами говорил, а мы что такое притч? Это примеры, это примеры мышления, это примеры, вот он дает притчу, он дает расклад, он дает притчу, он дает расклад, он пришел научить их думать, он пришел научить писать, писание понять, понимаете, вот он это осознал, он это понял, и это то, что с каждым человеком должно произойти в этой жизни. это подарок на самом деле от Бога, начать думать Его словом, Его, Его вот этими примерами, то, что Он уже сделал, то, что люди прожили. Поэтому быстрее приходите к этому. Мне когда-то вот это никто не сказал, и я долгое время шел к этому сам. Поэтому, ну, я рад, что вы можете вот это услышать уже, да, потому что это очень важно какие-то вещи слышать действительно через человека, который это прожил, который это прошел и понимает в этом на самом деле. Я знаю, что многие из вас уже как бы этим живут и понимают, но вот именно вот это вот, когда Бог нас обличает, дает какие-то негативные примеры, мы должны это как бы учиться тоже принимать. И быстрее через них проходить и соглашаться и как бы выходить опять на баланс. Точно так же, когда Бог про нас говорит что-то положительное. Мы тоже не должны для Бога улетать. И мы в Новом Завете уже встречаемся с такими, много таких стихов, которые говорят то, что не гордись, но бойся. Каждый, кто думает, что стоит, берегись, чтобы не упасть. То есть Библия нам именно вот про это начинает нам говорить. Как только ты начинаешь думать, что ты стоишь, осторожно, берегись, чтобы не упасть. Библия предупреждает. Вот в откровении одной церкви, не помню, какой, Иисус говорит, ты говоришь, ты богат, ты разбогател, ты силен, но не понимаешь, что ты беден, нищ, и наг. Почему? Потому что ты думаешь, что ты богат, потому что ты вот улетел, потому что ты уже смотришь на какие-то видимые вещи, а твое сердце уже, на самом деле, уже далеко от Бога. И тебе нужно и глазную маску пить, и одежды новые. Он говорит, ты беден, нищ, и наг. Голый, нищий, и бедный. А человек думает, что он богатый. И, понимаете, это то, что делает Слово Божье. Но она также говорит и тем, кто ниже плинтуса жизнь находится, что не сокрушайся, не огорчайся, когда Бог тебя наказывает, ибо бьет написано каждого сына, которого принимаем. Потому что, люди, поэтому через эти ситуации ты тоже начинаешь принимать все вот эти вещи. Поэтому Библия полна сценариев. Поняли уже, что я имею в виду? Библия полна сценариев для жизни. И вот, как я уже говорю, по плоти тоже можно очень много применять всяких сценариев. Но нам дан Дух Святой, мы верим, что именно через Дух и Святой мы правильно мыслием. И мы в это верим, мы же делаем, мы же входим в церковь, очищаем себя, молимся Богу, натворим себя в любви к Нему. Ну, вот, как я говорю, что вокруг Библии, вокруг вот этого правильного учения, есть очень много учений, которые могут человека родить. Они вкусные, как я говорю, каббала, вот это, да, там нумерология, там 7 уровней Божьего откровения, да, то есть, как бы, есть первый смысл, есть второй смысл, есть третий смысл, есть еще самый-самый-самый глубокий, который как раз вот эта вот каббалистика пытается найти, вот она, вот там самое-самое-самое зашифрованное и все, и идут вот эти вот, да, логические связи, переплетения и бесконечное знание, бесконечное знание просто не туда. Поэтому, понимаете, вот как важно, как важно держать баланс, как важно действительно вот и думать о тому, чему нас учит Писание, и не передумывать, не до конца углубляться. Ну, мы не должны этого бояться. я вам просто говорю это для того, чтобы вы как бы увидели, что ага, нет, улетаю, улетаю, что-то уже начинает сказать какой-то другой смысл. Все, торможу. Понимаете, у меня есть дух святой для того, чтобы тормозить. Я не переживаю. Я могу летать, мне хочется копать. Потому что, на самом деле, глубина существует. Существуют вот эти вот действительно глубокие смыслы. Иисус говорит Петру, отглубь и глубину, забрось сеть. Я верю, что Иисус пришел дать глубину. Пришел действительно не просто нас там отбежать на поверхности, но дать нам настоящую глубину, настоящий смысл, настоящую пищу. Апостол Павел это тоже называет пищей. Вы уже по времени должны быть учителями, но вас еще нужно питать молоком. Поэтому, да, есть молоко для младенца, но есть твердая пища для праведников. Вот. И мы, как бы, это все для нас. Понимаете, это все Божий план, это все Божье благословение. И нам с этим правильно пользоваться. И я говорю, что мы должны научиться цена и воплощать в своей жизни. Поэтому, у меня Бог очень... Понимаете, там стратегии для жизни? Просто стратегии. Вот ты ведешь какие-то дела, растешься в церковь, там, да, и бизнес даже какой-нибудь, или еще что-то, семью там, и ты вдруг в Библии находишь целые отрывки, целые участки такие, которые прям тебе напрямую говорят о определенной стратегии для твоей жизни. Ты просто берешь ее по вере, встаешь на нее, начинаешь делать, как там сказано, по вот этой аналогии ты смотришь, все, работает. Понимаете, работает. Ситуации исцеляются, семья исцеляется, ты просто потерпел, ты просто стоял в вере, ты выбрал стратегию, и ты просто остался вот в ней, ты не стал колебаться, не стал менять эту стратегию на... Ты доверился Богу, Бог тебя открыл, и ты доверился ему, и просто применил эту стратегию в своей жизни, и все.